МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Удивительная планета Земля. На её поверхности плещутся моря и океаны. Текут реки и ручьи. Расстилаются широкие родни. Шумят зелёные леса. Поднимаются высокие горы. Земля – всего лишь очень маленькая частица Вселенной. Но только на ней есть жизнь. Человек и природа тесно связаны друг с другом. Посмотрите вокруг, какой прекрасный и удивительный мир нас окружает. Голубое небо, ласковое солнце, раздольные луга, зелёные леса, величественные горы, неповторимый мир растений и животных. Всё создано разумно и удобно для жизни живущих существ. Природа щедра и бескорыстна. Она даёт для жизни человека всё. Пищу, воду, одежду, топливо окружает красотой. Но мы, человечество, забываем об этом и часто ей вредим. Строя заводы, загрязняя почву, выбрасываем мусор, уничтожаем лес. Есть такая поговорка. Беда не приходит одна. И это верно. Мы уничтожаем леса, мы уничтожаем дом, животных и птиц. А загрязняя водоём, мы убиваем его обитателей. В беспокойный бурный век научно-технического прогресса и огромных социальных перемен на нашей планете не всё благополучно. Земля — наш крошечный дом, летящий в безумно большом космическом пространстве. Что только не делали люди со своей маленькой и хрупкой землёй. Её взрывали и бомбили, её посыпали ядами, рубили леса, защищавшие её от зноя, осушали озёра, поившие её влагой. Когда-то, давно, природа решила, быть или не быть человечеством. Теперь именно человек решает, быть или не быть природой. Земля — наш общий дом. Лес — это уникальное явление природы, но Ростовская область не может похвастать массивными лесными зонами. Общая площадь лесов составляет примерно 374 тысячи гектар. И это не только лесной фонд, но и лесопарковые зоны, городов и населённых пунктов. У лесных ресурсов Ростовской области существенное отличие от лесов других регионов России. Донской край — один из самых малолесных. Лесами занято всего 2,5% территории, причём большую долю площади занимают не природные, а искусственно высаженные деревья. Основу лесообразующих пород составляет хвойное хозяйство. Сосна занимает 26% площади. Остальная в основном занята твердолиственными породами. Дуб высокоствольный и низкоствольный. И совсем малую долю — 8% — занимают мягкоствольные породы — осина и берёза. С 2013 года Департаментом лесного хозяйства Ростовской области проводятся аукционы на право заключения договоров аренды лесных участков. Также без проведения аукциона, согласно статьям 43 и 45 Лесного кодекса Российской Федерации. Ежегодно в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов Ростовской области поступает около 16 миллионов рублей. В начале 80-х годов 19-го столетия в области войска Донского действовали несколько частных и региональных лесных хозяйств. Уже тогда регион испытывал недостаток в лесе и лесных материалах. Немногочисленные естественные лесные массивы располагались по долинам рек и на севере области. Возникшие ранее питомники лесничества находились на севере и востоке области. Юг и восток региона не был охвачен регулярным лесоразведением. Не было и должного опыта по посадке деревьев в условиях континентального климата на границе полупустыни. Между тем, еще в 50-е годы был создан удачный пример внедрения широколистых пород деревьев в условиях степной зоны. В 1853 году была основана Элистинская лесная плантация, вокруг которой позже выросла столица Республики Калмыкия. В начале 1884 года заведующим Донским образцовым лесничеством Федором Тихановым и его братом Михаилом был подготовлен доклад на совет Донского лесного хозяйства об открытии новых лесных хозяйств на территории войска Донского. Поручение отобрать подходящие места для будущих лесничеств было направлено Дмитрию Домашевскому, колледжскому секретарю лесного отделения областного правления войска Донского в Новочеркасске. Так в Ростовской области стали действовать степные лесхозы на базе искусственных лесонасаждений. Состояние насаждений дуба во многих местах, например во близком опытном пункте, подтверждает возможность выращивания производительных дубников на супещаных почвах, в понижениях и на гумусированных супесях на пологих склонах. Опыт в Быстрянском лесхозе, который находится недалеко от станицы Скосырской, на территории которого мы сейчас находимся, показывает, что на темно-каштановых тяжелосуглинистых почвах насаждения, созданные по нормальному типу культур, являются малоустойчивыми с преобладанием ясеня. В возрасте 30 лет средних высотах составляет 6 метров, а наибольший запас древесины до 50 метров кубических на 1 гектар. На лугово-каштановых почвах в возрасте 30 лет насаждения имели высоту 10,5 метров, запас древесины превышал 100 метров кубических на 1 гектар. В пределах Ростовской области с запада на восток выделяется три зональных типа природных ландшафтов – Степной, Сухостепной и Полпустынный. Однако в результате интенсивного хозяйственного использования эти ландшафты видоизменены, и на их месте сформировались различные классы антропогенных ландшафтов. Большую территорию занимает сельскохозяйственный, который составляет 85%, промышленный и водный – 4%. Лесной не превышает 2,5%. Серьезной и важной проблемой является защита леса от пожара. Леса характеризуются высоким классом пожарной опасности, что обусловлено большим удельным весом содержанием хвойных пород, наиболее подверженных возгоранию. Дело в том, что сосна является практически единственной породой, способной произрастать на бедных, песчаных и супещаных почвах. Сегодня лесные массивы сосны занимают в области площадь в 65 тысяч гектаров. Этот сосновый лес располагается на территории Тацинского района Ростовской области. И вы только посмотрите, что здесь происходит. Свежие спилы сосен, которые, скорее всего, пойдут на обогрев дому в ближайших хуторах. Или сосны, поваленные естественным способом под воздействием ветра. Все это накапливается, это никто не убирает. И в любой момент это может стать источником пожара. Субтитры создавал DimaTorzok Когда-то эта территория была особо охраняемой. С 1890 года на территории действовал Быстрянский лесхоз. А с 1971 года на территории появился Качалинский заказник. Создавался он как памятник природы регионального значения. Но всему когда-то приходит конец. Так, согласно распоряжению администрации Ростовской области номер 301 от 7 ноября 2005 года о ликвидации государственных охотничьих заказников областного значения и предоставлении территорий акватории Ростовской области для пользования объектов животного мира. Согласно этого распоряжения за подписи губернатора Ростовской области Владимира Федоровича Чуба ликвидировали 10 заказников по всей области. Теперь это просто охотничьи хозяйства. Подводя итог, мне хочется сказать, что лес это беззащитный и живой организм, который нуждается в защите человека. Но зачастую сам человек причиняет ему вред. Работая над сюжетом, мы изучили гигабайты информации в интернете и нашли один очень интересный Яндекс.Дзен канал «Кузбасский следопыт». Это канал об истории Кемерово, Кузбасса, Сибири и России. Ссылка в описании профиля. Субтитры создавал DimaTorzok